здравствуйте друзья меня зовут александр паснова я очень рада приветствовать вас на канале закоренел цветочник сегодня небольшой совсем обзор на на лину шар у нас она идет как на лина сфера не знаю почему так люда и придумал такое название но тем не менее это на лина бакарне которая сформирована не так как мы привыкли я вам показывала видео про на лину три ствола когда у нас три маленькие луковички и из них вот такая вот шевелюрка растет я вам показывала на лину ногу то есть когда у нас идет небольшое уплотнение и поднимается вот эта вот вся история вверх получается слоновья нога здесь немножечко другая история посмотрите какая жирненькая луковичка я не уверена что такую луковичку можно вырастить из маленькой в домашних условиях но безусловно я могу ошибаться если вдруг у вас у кого такой опыт есть делитесь потому что по моим наблюдениям из маленьких луковичков луковичек они конечно утолщаются но они начинают расти вверх и собственно благодаря этому мы получаем небольшое утолщение и длинную ногу здесь у нас запаян запаян срез верхний поэтому вверх вот этот расти точно уже не будет если только ну вот логически рассуждать каким образом у на лины образуется ствол нас со временем отмирают нижние листья и полу формируется ствол собственно таким образом если у нас прямо из центра луковички растут листья и луковичка растет то носу собственно так формируется нога здесь наверное конечно же скорее всего со временем она подтянется вопрос на какую высоту и скорее всего как убранчивых у всех растений по мере отмирания нижних листьев у нас будут на этой луковице формироваться раз два три и вот здесь еще малыш 4 стволика но вот не было тоже у меня наблюдений на протяжении многих лет за ней потому что во первых на лина крайне неприхотливые у нас растения и во вторых она достаточно популярная за счет опять же своей неприхотливости и такого веселого нарядного вида и на лины ко мне попадают не попадают одна на лина которая ко мне попала из офиса нашего она так вот у меня и стоит и ничего с ней не делается на и заливы терпит и засухи терпит она терпит все то есть я бы сказал что на лина это вообще одно из самых неприхотливых растений если вам хочется вот такой вот веселунчик а особенно если у вас есть место где-нибудь рядом с окном потому что если подоконник не широкий то она на нем просто не будет помещаться если еще по случайному стечению обстоятельства вас нет кота либо ваш кот равнодушен к растениям я думаю что стоит попробовать порадовать себя такой красоткой я бы честно свою заменила вот эту вот страшную вот такую волнистую непонятную но там мне просто досталось и пришла ко мне как пришла это у меня уже некуда ставить но согласитесь выглядит она довольно мило и необычно такой подросший чиполина чиполина подросток я бы сказала то есть была маленькая ну да скажем лет семнадцать и восемнадцать вот на этом мы и остановимся по уходу за налейными есть отдельное видео сегодня был обзор именно налейные сферы налейный шар сформированный очень необычным образом с большим количеством побегов и за счет этого с такой большой пышной кроной спасибо всем кто досмотрел это видео до конца и надеюсь до новых встреч